Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Реорганизация школы. Нас очень интересует этот вопрос. В частности, наша 25-я школа. Её реорганизуют, присоединяют к 15-му лицею. Родители против. Что ещё интересует жителей и какие вопросы поднимались на встречу, узнаем в сюжете. Бизнес – это первая очередь, конечно, ответственность. Это очень сильное решение, сильное решение, шаг в жизни. В администрации округа прошёл первый межрегиональный форум женского предпринимательства. Работаем мы с Люберец, на Москву ездим. С Люберец – это ЖК «Самолёт», а Москва – это метро «Выхина». Лучший водитель автобуса Московской области работает в Люберце. Это была самая радостная победа и самая сложная, потому что не особо умел драться и обладать собой. Люберчанин выиграл всероссийские соревнования по Кью-Кюсенкай. А теперь подробнее об этих и других новостях. 27 сентября состоялся последний решающий день референдума. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за присоединение регионов к Российской Федерации. Процедура голосования прошла и в городском округе Люберцы. Подробности расскажут мои коллеги. Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России прошло при поддержке Центральной избирательной комиссии России. На участках, где проходил референдум, работали наблюдатели. Для каждого, кто пришел выразить свое волеизъявление. Этот день стал историческим и судьбоносным. Сегодня я проголосовала за присоединение. Я за мир, я за воссоединение со своими родными. Я за улыбку детей. Я за то, чтобы не все радовались, жили. За стабильность. Я хочу обнять своих родных, близких, чтобы они были рады и счастливы. Я вместе с ними. В 2014 году я голосовала на первом референдуме за выход из Украины. И все это время мы ждали. У меня муж был жив, но уже умер, потому что стресс, обстрелы – это кошмар. Мы жили в Горловке. После этого я приехала сюда к сыну. Но когда я услышала за второй референдум, естественно, я обрадовалась. Так же, как все наши. Все мы ждали. У меня связи. Мы постоянно на связи с Горловскими. Там все сидят под обстрелами, но все ждут. Все ждут. И ждут 30-го числа, когда нас признают в составе России. Коренная луганчанка. Жила в Луганске. Я выехала из Луганска в августе 2015 года. То, что там происходило, это очень больно было для меня. Уже тогда, в 2014 году, Луганск говорил о том, что нужно соединиться с Россией. Что мы часть России, историческая часть России. Поэтому сегодня, когда есть возможность сказать свое слово за это соединение, я, естественно, нахожусь здесь. Избиратели, которые в силу возраста или здоровья не смогли посетить участок лично, проголосовали на дому. Супругам Людмиле и Николаю за 80 всю жизнь прожили на Донбассе, в городе Первомайск. Трудились в угольной промышленности. И встретить старость планировали там. Сегодня они тоже принимают участие в референдуме. Но по воле судьбы. Пока не у себя дома. Только началась эта заваруха. У нас был собственный дом. С того дома мы достали тарелочку одну. Больше ничего. Все остальное разбито. Дальше вам спасибо. Дай бог. Я очень рад, что я опять пошел в Россию. Отец русский, мать русская. Но так получилось. Всю жизнь прожил на Донбассе. Николаю 70 лет. Семья перебралась в Люберце в мае. Недавно он перенес инсульты и прийти на участок тоже не смог. Но отдал свой голос за то, что считает правильным. За то, о чем вместе с земляками мечтал много лет. За объединение с Россией. Мария Антонова, Луиза Егязарян, Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления, ведомств и служб подвели итоги работы за минувшую неделю. Главная тема планерки – начало отопительного сезона. Подробности в следующем материале. В МВД Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело. 26 из них раскрыто по горячим следам. Произошло 194 ДТП. Пострадавших – четверо. Из резонансов преступления было убийство у нас в Люберцах, улице строителей, дом 4, где узбек узбека порезал, который работает на Томинской птицефабрике. Также было разбой и нападение на девочку, которая шла и возле, недалеко там, на улице, где военкомат, там видеонаблюдения нет, старые корпусы напали опять в черной форме одежды, азиаты, скорее всего. Евгений Романцев отметил, что в Люберцах много съемных квартир. Проживают выходцы из стран СНГ, по 5-6 и более человек. Он попросил представителей управляющих компаний сообщать о таких квартирах, чтобы полицейские могли проверить, на каком основании граждане здесь находятся. Огнеборцы Люберецкого гарнизона по сигналу тревоги выезжали 51 раз. 24 сентября в 5 часов утра загорание трех легковых автомобилей Митсубиси, Ауди и Сузуки по адресу Люберцы, улица Попова, у дома 15. Обгорели автомобили на общей площади 9 квадратных метров без пострадавших. Подача тепла на объекты социальной инфраструктуры началась 13 сентября. Все 79 объектов, 55 школ и детсадов, 10 учреждений культуры и 4 спортивных объекта, 10 поликлиник были запущены 16 числа. С 19 сентября отопление было подано в жилой фонд. В настоящее время в округе работает 81 котельная. Запуск котельных у нас по числам разложен так. 19 числа, в первый день начала отопительного сезона, мы запустили 57 котельных. 20 числа 14 котельных, 21-го 3, 22-го 6 и 23-го 1 котельных. На оперативное совещание пригласили директоров самых крупных управляющих компаний. На балансе Люберецкого городского жилищного треста 888 многоквартирных домов. Ожидается, что в ближайшее время количество дойдет до 900. Аварийные бригады есть, Владимир Михайлович. У нас круглосуточная аварийная служба, вы знаете. У нас их 8 бригад со всеми специальностями, со всеми механизмами, оборудованием, материалами. Там вопроса нет, мы работаем круглосуточные. Также о работе в первые дни начала отопительного периода доложили директора управляющих компаний «Содействия», «Самолет-сервис», «Томилино-парк», «ЖК Жилино», «Пик Комфорт» и других. Основной вопрос сейчас – завоздушенность сетей. На решение проблемы брошены все аварийные бригады. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ежемесячная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в городском округе Люберцы. На этот раз местом собрания стала 54-я школа в поселке Октябрьский. С какими вопросами люберчане обратились к представителям власти, узнали мои коллеги. Актовый зал 54-й школы – словно временный филиал администрации городского округа. Представители всех сверхжизнедеятельности на месте и готовы отвечать на вопросы. Наибольшей активностью столов с табличками ЖКХ здравоохранения и образования. Реорганизация школы. Нас очень интересует этот вопрос. В частности, наша 25-я школа. Ее реорганизуют, присоединяют к 15-му лицею. Родители против. Наша школа больше, чем этот лицей. У нас учащихся 1400. В лицее даже тысячи нет. И показатели у нас больше, чем в 15-м лицее. С инициативой о реорганизации двух школ 15-го лицея и 25-й вышли два директора. Беловолова Татьяна Леонидовна Качева Левтина Генриховна. Мы иступили со своей инициативой о том, что они готовы соединить эти ресурсы своих учреждений, дабы дальше продолжить деятельность в общем образовательном комплексе. Жительница дома 13 на улице Космонавтов Елена Вовк обратилась к специалистам сферы ЖКХ. Женщина пожаловалась на соседей, которые разводят антисанитарию, в результате чего страдает весь подъезд. Тараканы, крысы, мыши, он все помойку всю несет к себе домой. Вся эта живность, она к нам спускается вниз. Поэтому бороться с ним очень сложно, но надо. ЖКХ мы уже писали и в Роспотребнадзор, мы уже писали и в санэпидемстанцию. Пока вот мы надеемся все-таки на администрацию. Пообещали помочь. А жителей самого Октябрьского интересует будущий парк «Лесная опушка». На сегодняшний день концепция благоустройства прошла экспертный совет при правительстве Московской области и получила положительное заключение. Наша вся концепция в принципе разработана с учетом мнения и пожелания жителей. Будут обраны только аварийные сухостойные деревья. Также в парке будет организована упорядоченная пешеходно-тропиночная сеть. Будет опоры освещения, будет освещенная территория камеры безопасного региона. Будет территория для детей. В формате выездной администрации встречи с жителями проходят с марта этого года. Такая форма общения позволяет принимать больше вопросов и, что самое главное, ускорять сроки их решения. Луиза Егия-Зарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Более 250 бизнес-леди стали участницами первого межрегионального форума женского предпринимательства. Встреча, организованная сообществом «Нежный бизнес», прошла в администрации городского округа Люберцы и собрала опытных спикеров, которые поделились секретами успешной карьеры. Подробности далее. На той площадке представительницы 50 городов России. У них разные направления работы и сфера деятельности. Но каждая часть крупнейшего сообщества страны, которое объединяет женщин-предпринимателей, сегодня в рядах «Нежного бизнеса» почти 5000 человек. Бизнес – это, в первую очередь, конечно, ответственность. Это очень серьезное решение, серьезный шаг в жизни, когда человек принимает, в данном случае, очаровательные дамы принимают решение создать что-либо. Конечно же, для нас, как для органов местного самоуправления, очень важно любое начинание. Программа форума включила в себя три секции «Создавай, продвигай, приумножай». Среди спикеров – представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Участницам встречи рассказали, на какую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать при открытии своего дела или при расширении производства. Если вы хотите построить производство в сфере импортного замещения, вы можете взять земельный участок в аренду за рубль. В течение трех лет должны будете построить на нем производство, и дальше можно будет эту землю выкупить и развивать свое производство. Если вы приобретаете какое-то оборудование, расширяете производство, модернизируете свое производство, вы имеете право возместить затраты на приобретенные оборудования. Этот конкурс мы проводим, как правило, во втором квартале года. Бизнес-леди могут рассчитывать и на льготные кредиты до 100 миллионов рублей. О всех нововведениях и мерах поддержки женщины-предприниматели, как правило, узнают через сообщество «Нежный бизнес». Более того, руководители проекта зачастую становятся связующим звеном между владельцами бизнеса и властью. Луиза Ики Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой областной больнице оказывают экстренную и плановую помощь на современном уровне. Только в этом году в учреждения приобрели более 200 единиц медицинского оборудования, благодаря которому врачи проводят диагностику и лечение пациентов на более высоком уровне. О работе хирургического отделения смотрите в нашем следующем сюжете. В отделении применяют широкий спектр хирургических вмешательств от оперативного лечения органов брюшной полости, язвенной болезни желудка и операции при ущемленных грыжах до неотложенной хирургической помощи. Алина Пелюгина попала сюда несколько дней назад с приступом аппендицита. Меня привезли ночью, ночью же мне собрали все анализы, утром сделали КТ, и после КТ через буквально минут 20 у меня уже встали на операцию. У меня очень замечательный лечащий врач Константин Игоревич, он очень хорошо все сделал. Я уже в этот же день, через три часа спокойно сама встала, начала ходить. Здесь оказывают плановую и экстренную хирургическую помощь в полном объеме. Для этого есть и квалифицированные врачи, и необходимое современное оборудование, в том числе для проведения видеолапароскопических операций. Большое количество экстренных вмешательств выполняется под контролем ультразвуковых навигаций, дренирования различных жидкостных скоплений. Ну и плановое вмешательство, также все возможные в современной хирургической помощи оказываются также мини-инвазивным доступом, что позволяет достигнуть быстрейшей реабилитации, восстановления. Отделение рассчитано на 65 коек круглосуточного пребывания. Свободных мест в палатах почти нет, зато благодарных пациентов много. Работа просто очень тяжелая, но они с честью несут свое знамя. Благодарен мой поклон этим хирургам и этой больнице. Хирургическое отделение при первом стационаре Люберецкой областной больницы – одно из крупнейших в округе. За год через него проходит несколько тысяч пациентов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В районе железнодорожной станции Ухтомской провели рейд по пресечению нарушений. Много ли их выявили и что планируют сделать, чтобы сократить количество погибших на железнодорожных путях, расскажем в нашем сюжете. Никаких шансов, чтобы остаться в живых под колесами поезда на такой скорости нет. Но людей это не останавливает, и они все равно переходят пути в непредназначенных для этого местах, лишь бы не платить за проезд. Вот это место у нас систематически ломается, проламывается. Сейчас работают бригады, сейчас мы будем его восстанавливать. В ближайшем будущем данные участки будут огорожены шумозащитным экраном. И, думаю, он позволит нам значительно повысить качество жизни ближайших домов у жителей и, соответственно, снизить травматизм на железной дороге. Цена таких рисков – жизнь. Статистика гибели на железнодорожных путях с начала этого года выросла по сравнению с прошлым. Уже 13 человек стали жертвами мнимой экономии. В прошлом году за такой же период пострадало 12 человек. Почему вы так поступаете? Это же опасно находиться в зоне движения поездов. Очень масса, масса травмировалась. А что руководствует? Чем руководствует? Что все-таки движет вами? Не было билета до сюда. Это же копейки какие-то. Для безопасности жителей округа, помимо защитных экранов, вдоль железнодорожных путей планируют установить еще один надземный переход в районе улицы Михельсона. Работы начнут в начале следующего года. Вот на этом перегоне из 13 человек в этом году погибших, 8 именно здесь. Поэтому это мы каким-то образом, я думаю, вот этим переходом сохраним жизнь. А пока на постоянной основе сотрудники железной дороги совместно с администрацией округа проводят рейды и предупреждают нарушителей о рисках. Мария Антонова, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Водитель автобуса – профессия, которая относится к числу требующих ответственности. Ежедневно из ворот Люберецкого филиала «Мострансавто» на маршруты выезжает сотни автобусов и за рулем каждого профессионал. Герой нашего следующего материала – водитель автобуса. Но с небольшой оговоркой. Лучший водитель автобуса Московской области. Слово моим коллегам. Юрий Лысов – водитель Люберецкого филиала «Мострансавто». На предприятии про него говорят – лучший сотрудник. Работает здесь пятый год. А общий водительский стаж насчитывает десятки лет. Нагрузка серьезная. Как вы здесь справляетесь? Ну как? Ну это работа моя. Юрий немногословен, но обо всем рассказывает с улыбкой. Ведь профессия любимая. Водителем автобуса мечтал стать с детства. С 1995 по 1999 годы отучился в Липецком машиностроительном колледже. Отделение автомобилей и тракторостроения. Ну я в Липецке отработал 15 лет водителем автобуса на городских перевозках. Ну и решил, зарплата там маленькая была, решил съездить подзаработать, как говорится, попробовать как. Ну пришел, понравилось. Зарплата хорошая, руководящий состав нормальный, все хорошо. Юрий Александрович у нас работает уже практически пять лет. Он водитель первого класса, шестого разряда. Он отстажирован на всех маршрутах, которые у нас по городскому округе Люберцы. И он бригадир маршрута 12.32. Работаем мы с Люберец, на Москву ездим. С Люберец это ЖК-самолет, а Москва это метро Выхина. Юрий Лысов не только водитель, но и наставник. В его бригаде 25 человек. С опытными коллегами проще. Молодых водителей надо, что называется, натаскивать. Ну рассказываем по маршруту, особенности, как надо работать, где какие остальные. Ну особенности маршрута, по светофорам, ну и так вот. Ну по всем, по правилам немножко, по этике, по работе с пассажирами, там всякие события, новости рассказываем. Бригадир это непосредственный участник организации движения на маршруте. Это предложение по расписанию, если его требуется изменить. Это реакция на жалобы, вопросы и просьбы пассажиров. Для исполнения профессиональных обязанностей требуется обладать многими качествами. И Юрий Лысов ими обладает. Ответственность исполнительная, это понимание маршрутной сети, это дать возможность вовремя предложения об изменении расписания, об остановочных павильонах. Да, это вот организаторские в большей степени способности человека, такие лидерские качества. За годы, которые Юрий Лысов в профессии, ему довелось поработать на автобусах разных производителей. Хиндай, ПАЗ, Газель. Но полюбилось семейство ЛиАЗ. Сейчас ездит на новеньком автобусе этой марки. Ближе всего ЛиАЗ, потому что я к нему привык, как говорится. Ну, проще, как коробка, автомат. По ремонту легче. На столе награды Юрия Лысова. Он постоянный участник профессиональных конкурсов. И все они завоеваны в этом году. Лучший водитель. Надпись, которая встречается на дипломах и кубках чаще всего. В последнем состязании среди водителей всех филиалов МОС «Трансавто» он опередил в теории и практике более 20 конкурсантов. Ну, самая знаковая – это вот эта награда. Лучший водитель МОС «Трансавто». Все-таки, пускай она не такая, как по Московской области, но для меня, ну, там теория вождения была. Самая статусная награда в коллекции Юрия – кубок победителя соревнований среди всех транспортных предприятий Московской области. Он представил МОС «Трансавто» и вновь стал первым. Впереди новые вершины. В мае следующего года в Санкт-Петербурге состоится конкурс среди водителей автобусов со всей России. И Юрий Лысов нацелен на победу. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ход ремонтных работ проверили в детском саду номер 12 поселка Октябрьский. Оценить готовность учреждения образования приехал Владимир Волков. Подробности в нашем сюжете. Вот здесь с вас тогда. Красивый, только согласный рисунок. Здесь сделаем рисунок, будет приятно. Детский сад почти готов к предстоящей встрече с детьми. Уже завершены все внутренние работы на финише и монтаж фасадных кассет. Остается уборка помещений, установка мебели, оборудования и декора. Большая часть работ предстоит на прилегающей территории. Благоустройство будет доделано в процессе, но сегодня уже укладывают спортивную площадку резиновым покрытием. Все теневые навесы заказаны. К нам они приедут уже готовы, поэтому быстренько они будут установлены. Заборы тоже уже сварены. То есть уже мы, как сейчас застройщик сказал, что в ближайшее время начнем забор ставить. Ремонт в детском саду номер 12 проходит по государственной программе Московской области. Образование Подмосковья. От старого здания остались только стены. Ремонтировали садик почти с нуля. Конечно же, такой серьезный ремонт мы не могли сделать своими силами. Поэтому огромное спасибо за поддержку. И в следующем году у нас также планируется ряд объектов, которые мы вносим в программу для того, чтобы наши школы и детские сады становились современнее, комфортнее, красивее. В детском саду номер 12 в поселке Октябрьский будет 8 групп, две из которых ясельные. Открытие запланировано на ближайшее время. Мария Антонова, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Детский сад номер 18 «Светофорик», что на Пролетарской улице в Октябрьском, один из крупнейших в округе. Здесь открыто 10 групп, в их числе 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Группы этим немногочисленные, не больше 13 человек. И к каждому ребенку индивидуальный подход. 27 сентября в России отмечают День воспитателя. Синяя стрелочка. Вперед. Вперед. Желтая. Назад. Оранжевая. Телевая. Игровые комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания детей. Воспитатели проводят с малышами упражнения по развитию мелкой моторики, слуха и речи. С малышами работают логопеды, психологи и дефектологи. В обязательном порядке занятия в бассейне и сенсорной комнате, предназначенной для развития активной деятельности ребенка. Мария Жукова работает здесь 3 года. О том, что посвятит свою жизнь воспитанию малышей, знала всегда. У меня есть младшая сестра, и мы с ней играли в школу. Я была учителем, она была учеником, а также воспитателем. Я была воспитателем, она была мамой и приводила в садик куклу, свою дочку. Дети, они очень общительные, добрые, внимательные. Мне очень нравится с ними заниматься и получаю очень много положительных эмоций. Мария с детства была артистичной. Ни один школьный праздник не проходил без ее участия. Теперь любовь к творчеству прививает своим воспитанникам. Вместе с воспитателем ребята танцуют и поют, дружно делают зарядку и занимаются гимнастикой. Мария Жукова работает в этой группе не одна, а в паре со своим наставником Еленой Мазур, которая, как опытный педагог, всегда готова ей протянуть руку помощи. Родители довольны воспитателем, дети довольны. Мария Сергеевна показала себя как хороший специалист, перспективный, любящий детей. С благодарностью к молодому педагогу относятся и ее воспитанники. Она хорошая, глобая, лязковая. Мы ее любим, и она нас любит. Мария постоянно над собой работает, стремится к собственному росту, совершенствует профессиональное мастерство. Мария Сергеевна Жукова, конечно, это специалист такой молодой, но очень уже опытный. Она у нас выиграла конкурс, была финалистом конкурса «Открытие». Она прошла долгий такой период этого конкурса и победила. Воспитательную деятельность Мария Жукова совмещает с учебой в Московском городском педагогическом университете, где осваивает программу физической реабилитации детей. Я не вижу дальнейшей жизни без детей, а дети для меня цветы жизни. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Здесь приобщают детей к трудовой деятельности, учат их работать с различными инструментами и материалами, и, конечно, прививают интерес к профессии изобретателя, конструктора и инженера. Чем дошкольников привлекают занятия в кружке авиамоделирования, узнали мои коллеги. «Обдери, вот, шкуркой зачисти неровности». Кружок авиамоделирования открылся в Люберцах при детской библиотеке «Бригантина» четыре года назад. Его посещают ребята от 8 до 14 лет. На занятиях не больше 8 человек. Таковы требования педагога, потому что к каждому ребёнку необходим индивидуальный подход. «Длина, 54. Значит, вот этот, меряй 54. Записывай сюда, 54». Всё начинается с чертежей, их масштабированием и перенесением замеров на миллиметровку. Гошу Лебедеву, как старшему из ребят, ему 13 лет, доверили самую кропотливую работу. «Я научился читать чертежи и переводить по чертежу в более большой масштаб. Сейчас я занимаюсь самолетом Ту-160. Привлёк он меня тем, что мне он сразу понравился, так как я знаю, что это самый большой и сверхзвуковой бомбардировщик». Кстати, макеты именно этого бомбардировщика выполнены ребятами на занятиях. В конце 2019 года руководитель кружка Сергей Карпович подарил Василию Решетникову и Михаилу Апарину долгое время командующими дальней авиацией. Работы юных авиамоделистов можно увидеть и на экспозиции в детской библиотеке, и в музеях образовательных учреждений. Например, в кадетской школе представлены макеты тяжёлого турбовинтового транспортного самолёта Ан-22 «Антей» и два самолёта времён Второй мировой войны, дальний бомбардировщик Ил-4 и многоцелевой самолёт Ли-2. На занятиях ребята мастерят и поделки в подарок родителям и учителям к 23 февраля и 8 марта. Но всех объединяет одно – любовь к авиационному моделированию. «Меня с детства уже увлекают самолёты и всякая техника. Но больше всего самолёты увлекают. Мама мне покупала разные, то есть конструкторы, эго. И когда появилось объявление, что открылась авиамоделирование, я сразу пошёл. И меня затянуло уже». «У нас есть принцип и девиз. Без лени и без скуки иметь при светлой голове мастеровые руки». Сергей Карпович не ставит перед собой цель – сделать каждого мальчишку великим конструктором. А познакомить с «Азами» авиамакетирование уже получилось. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А в округе прошёл шестой фестиваль «Люберфест». Завершился он праздничным галоконцертом, на котором выступили исполнители бардовской песни из Москвы и Подмосковья. Местом проведения по традиции стала Центральная библиотека имени Сергея Есенина. За плечами участников и организаторов фестиваля – неделя творческих мастерских, по итогу которых лучшие из лучших выступили на заключительном галоконцерте. Три лауреата первой степени и 13 дипломантов – такой финал фестиваля. Всего в этом году в нём приняли участие 50 человек. Большинство из них не в первый раз. Я третий год участвую с большим удовольствием, потому что здесь встречаю своих старых друзей. И интересно послушать новых. И вообще у этого фестиваля очень высокий уровень. Высокий уровень конкурса обеспечивают как участники, так и жюри. В этом году председателем стал советский и российский поэт Юрий Лорес. Самое первое, на что я обращаю внимание, вышел человек со мной поговорить. То есть со мной, значит, с любым зрителем, слушателем. Или вышел с какими-то другими мыслями, там, себя показать. В этом году фестивалю «Люберфест» 6 лет. За всё время в нём приняли участие около 300 человек. И на этом, по словам организаторов, останавливаться не будут. Апокалипсис любви в красках. Выставка картин, которая идёт в Люберецком музейно-выставочном комплексе. Более 150 полотен, множество авторов, каждый из которых по-своему раскрывает заданную тему – откровение любви. С творчеством участников выставки познакомилась наша съёмочная группа. От полотна к полотну передвигаются десятки посетителей. Выставка пользуется популярностью. Среди гостей – куратор экспозиции, художник Марина Верговская. Выставка – это собрание её произведений и картин её учеников. На самом деле они хирурги, педагоги, водители, военные, совершенно разные люди. И взрослые дети. У меня самой маленькой – 2,5 года ученицы. Здесь, правда, её работ нету. А самый большой – 82 года. Так как художники по большей части не профессионалы, то о какой-либо технике и стиле исполнения речи не идёт. Каждый рисует так, как может. Зато от души. К слову, часть работ нашла ценителей и покупателей. Картины очень много. Выставка масштабная. Очень понравилась картина в моём саду. Великолепные эти пионы, эти краски. Это 3D-графика. Я очень впечатлена была этой картиной. И, конечно же, картина «Золото осени», если я не ошибаюсь. Тоже очень необычная схема нанесения данной картины. Сама Марина Верговская сотрудничает с либеретским благочинием. Поэтому в её картинах преобладают православные мотивы. Вот серия картин, на которых изображены все храмы округа. На праздники прихожане пишут свой любимый храм. Вот здесь написано «Наша звонница Преображенского храма». Это Иннокентьевский храм. Это мы писали храм Петра и Павла в Малаховке. Представляете, люди приходят, и у них праздник, они пишут эти картины, свой любимый храм. А это в котельниках, храм Казанской Божьей Матери. Картины, к написанию которых привлекаются все желающие, называются «Соборные». Кисть может взять любой прихожанин или участник мероприятия. Так было в 2018 году на конференции «Духовные родники». Марина Верговская решила нарисовать Преображенский храм, который находится на территории нынешнего стадиона «Торпеда». Число людей, сделавших мазок или два, исчисляются сотнями. Когда прибыл уже митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, мы пригласили его, чтобы он тоже поучаствовал. Потому что знаковое такое полотно, картина. Он с удовольствием поучаствовал. И вот кресты, которые написаны здесь, на храме, это как раз его рукой, собственноручно, были написаны. Также свои работы Марина Верговская выставляла в музее Марины Цветаевой в залах Международного славянского фонда в Троице-Сергиевой лавре и на других площадках. Выставка «Апокалипсис любви в красках» будет работать до 2 октября. Мария Антонова, Алексей Абрамов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Самый молодой зрелищный вид конного спорта. В городском округе Люберцы прошли соревнования по конкуру. В борьбе за призовые места участники преодолевали различные препятствия и маршруты. Подробности далее. Проливной дождь субботним утром – не помеха для настоящих спортсменов. Десятилетняя Вероника Мамонтова и Лагуна выступили одними из первых. Этот тандем образовался совсем недавно. И вот они уже перед большой публикой показывают свои умения. Мне просто очень нравится ездить на лошадях, ухаживать за ней. Мне просто как бы приятно с ней видеть. Я очень долго искала свою лошадь, которая мне подойдет. И вот на этой лошади Лагуне я уже покаталась на тренировке и уже пошла выступать на соревнованиях. За звание лучшего боролись воспитанники клубов со всей Московской области. Всего 50 участников в возрасте от 3,5 до 35 лет. На две возрастные группы предусмотрено 33 призовых места. Несколько номинаций. Есть зачеты и определенные высоты от лежачих на земле палочек до высоты 80 сантиметров с джокером. 80 сантиметров с джокером мы делаем в этом году первый раз. Это по маршрут, где всадник самостоятельно придумывает все маршруты и прыгает самые страшные и опасные препятствия. Конные виды спорта сегодня популярны во всем мире. А именно конкурс занимает первое место по массовости. И это не только потому, что он является олимпийским. Исконных состязаний его по праву можно назвать самым зрелищным. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Вид единоборства, который закаляет спортивный дух. На стадионе «Торпедо» прошло первенство городского округа Люберцы по масс-рестлингу. Свои силы попробовали юноши и девушки, которые занимаются различными видами спорта. За поединками наблюдали и мы. Масс-рестлинг – единоборство, которое зародилось в Якутии. В 2003 году вошел во всероссийский реестр видов спорта. Суть заключается в том, что надо буквально вырвать палку из рук соперника. Это лишь на первый взгляд кажется проще простого. Михаилу Тимонову победа в первом туре далась нелегко. Сначала была ничья, потом 2-1. В его пользу. Я занимаюсь в основном самбо. Нас позвали на соревнования по масс-рестлингу. Но мы подумали, почему бы не приехать. Вот и приехали поучаствовать. Очень тяжело напрягаются все мышцы, особенно грудные и поясница. Перед началом соревнований участники прошли разминку и подробный инструктаж. Многие спортсмены участвуют в подобном турнире впервые. Независимо от результата, для каждого из них это полезный опыт. Самое сложное – не перевалиться на другую сторону, держаться на месте. Я хотела бы выиграть, если хотели бы выиграть, конечно. Ну, школу не подставить. Если меня позвали в эти соревнования, значит, на меня надеются. Первенство по масс-рестлингу проходит в городском округе уже во второй раз. Впервые подобные соревнования состоялись в 2019 году в Октябрьском. С тех пор на территории округа регулярно проходят чемпионаты и мероприятия, которые популяризируют этот вид спорта. Это больше прикладной вид спорта. Даже занятия в тренажерном зале на тренажерах уже способствуют силовым показателям и мастерству. Даже, допустим, человек, который сам бы занимается, он спокойно может выступить в масс-рестлинге. В календарный план соревнования постоянно вносятся, постоянно мы их проводим, постоянно выявляем сильнейших, ну и с ними уже стараемся работать. Сильнейших спортсменов, которых выявят на этом первенстве, отправят в ноябре на областные соревнования. Удачное выступление на региональном уровне даст путевку на всероссийский турнир. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Москве завершились всероссийские соревнования по Кио-Кюсенка. И за первые места состязались более 500 спортсменов из 29 регионов. Среди юношей 12-13 лет весовой категории 55 килограммов победу одержал ученик кадетской школы города Люберцы Артем Швец. Тему продолжит Богдан Колесников. Люденькую такую сделаю, разминочку, тем более у тебя сегодня тренировка, поэтому поаккуратнее сам по состоянию смотри себе. Нормально выспался? Нормально. Утро Артема Швеца начинается с гимнастики. Вращение головой, кистями рук, круговые движения в локтевом суставе и наклоны в стороны. Далее тренировка ног. Обычно зарядку проводит отец, сегодня дедушка. Анатолий Швец в прошлом учитель физкультуры, мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер по карате. Началось все это давным-давно еще с моего отца. Мастер спорта по гимнастике, мастер спорта по пулевой стрельбе, полковник авиации, участник войны. Он меня первым азам вообще обучил. Я, естественно, сына, сын, естественно, своего сына. Вот так оно и пошло. То есть династия спортивная. 24 сентября Артем Швец вернулся в Люберце чемпионом всероссийских соревнований по Киу-Косенкай. В финальной схватке выиграл пять боев из пяти. Готовился к поединку каждый день. Награда долгожданная. Но особый след в его спортивной карьере оставила первая победа. Тогда ему было пять лет. Это была самая радостная победа и самая сложная, потому что не особо умел драться и обладать собой. После зарядки и завтрака Артем идет в школу. Он учится в седьмом классе. Швеца уважают сверстники. Не случайно его избрали командиром класса. Больше всего нравится сплоченный коллектив в классе и то, как мы готовы прийти друг другу на помощь в сложный момент. А после уроков – тренировка. Сегодня здесь мальчишки и девчонки 12 и 14 лет. Родители привели их в секцию Киу-Косенкай в четыре года. По словам тренера, для начала тренировок это оптимальный возраст. Готовим, чтобы они были готовы физически, развивали гибкость, координацию и чтобы уже к семи годам они выходили на уровень того, что они могли заниматься непосредственно уже каратэ. Ничего невозможного нет. Если они трудолюбиво тренируются, хорошо занимаются, значит они добьются высокого уровня. На достигнутых результатах Артем Швец не останавливается. Впереди его ждут очередные соревнования, на которых он снова будет защищать честь родной школы и городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершил еще больше подробностей. Вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok